Всем огромный привет! Сейчас хочу записать видео со всем перед Новым Годом. Я думаю, это будет единственное видео, которое успеет выйти накануне 2016 года. Это неделя, прошлая неделя. Она была просто какой-то сумасшедшей, незапланированной. Видео мне не удавалось снимать, но хотя я занималась какими-то рукоделками, и те, кто регулярно просматривает Инстаграм, могли видеть и мои вышитые работы. Но сегодня видео будет об этих трех веселых Дедов Морозов. Я пыталась сделать вот такую композицию к Новому Году. По большому счету, это очень похоже на ключницу, но у меня идея не была создать ключницу, а была идея создать такую небольшую подвеску или какое-то панно вместе с крючками, для того, чтобы можно было мешочки, наполненные новогодними конфетками, маленькими подарочками, повесить на эти крючки. И вот такая композиция у меня сейчас висит в коридоре. Возможно, я ее еще чем-то буду дополнять. Мне очень нравится, в последнее время вы заметили трансформеры, когда всегда можно что-то поменять, если вдруг что-то поднадоело, какой-то элемент уже не приносит радости, можно снять, заменить следующим. Я думаю, что это очень хороший выход. Давайте поближе посмотрим, что здесь у меня получилось. Значит, что у этих Дедов Морозов? Они оформились у меня в эту раму. Эту раму я самостоятельно обрезала. Вернее, это сделал мой любимый муж, за что ему огромное спасибо. Потому что, когда я обратилась в багетную мастерскую с вопросом, а не обрежете ли вы мне тут такую небольшую деревянную рамку, мне сказали, нет, мы не беремся. Если бы еще, говорит, наше было оформление, мы могли бы что-то там пойти на какие-то изменения. Но так как это сторонняя рамка, мы никаких гарантий не даем. И поэтому даже не беремся за такие вещи. Слава Богу, муж у меня рукастый. В итоге он обрезал мне эту раму. Она стала гораздо уже. Я показывала эту деревянную раму, которую купила в Леонардо в покупочках. Видео называется, чего мне стоила поездка в Леонардо. Вы помните, что это просто рама без всего, без стекла, без даже покраски она была. Я прикупила акриловых красок. Вот в данном случае коричневый цвет. Покрасила коричневым цветом раму. И вот здесь вот то, что вы видите, разводы. Это чистое творчество. То, что называется наляпано. Это бронзовая краска, которую я просто попыталась сухой губочкой нанести. Конечно, я не хотела нанести таким слоем и такими мазками. Мне хотелось, чтобы выглядело немножечко поаккуратнее и, может быть, понежнее. Но, к сожалению, исправить, когда уже акриловая краска сухая нанесена, это невозможно. Можно только закрасить еще больше. То есть убрать излишки было невозможно. Возможно, можно было еще поиграться с коричневой краской и попробовать нанести ее. Но оставила как эксперимент для того, чтобы понимать, что к чему. Вот с этого угла уже получилось более похоже на то, что мне хотелось. Мои задумки. Да, этот угол больше виден. Были куплены вот такие крючочки. Самые-самые простые крючки в хозяйственном магазине. Какие-то совершенно дешевые. Рублей по 5-10. Я уже не помню. И эти крючки просто-напросто вкручиваются в раму. Таким образом получается а-ля ключница. Снежиночки, которые вы видите, приклеены на раме. Это покупные снежинки. Я их нашла в своих закромах, припрятанных к Новому году, к оформлению Нового года. Ну, мне кажется, они достаточно сюда вписались и только украсили эту рамку, нисколько не испортив вида. И немножечко даже разбавили. Для чего же нужны были эти крючочки? Вот для этих мешочков. Я показывала эти схемочки, вернее, эти вышивки, выполненные на салфеточках с люрексом. Эти вышивки я не мудрство и лукаво просто-напросто пришила к мешочкам. Мешочки я шила из тканей. Вот эта ткань фланелевая на новогоднюю тематику. И хб-шная ткань с шариками. Очень красивая. Мне очень нравятся расцветки под Новый год. Ткани просто сумасшедшие. Я пришила вот так. Может быть, даже не очень аккуратно. Но я не страдаю перфекционизмом. Слава Богу! Хотя, конечно, вот сейчас смотрю и думаю, можно было этот край убрать. Но не страшно. Мне кажется, так тоже вполне сгодится. Шов я потом спрятала под такую гирляндочку бронзового цвета. Какое-то декоративное украшение было. И завязочки сделала из ленточек красной и желтой ленточкой. И вот здесь прикрепила бубенчики. Бубенчиком я питаю слабость. Мне нравятся бубенчики. Красненькие сюда пошли, а сюда желтенькие для контраста. И точно такой же мешочек. Вот еще один. Здесь уже с оленем. Он похож на вот этот. Еще в инстаграме я показывала, что у меня вышилась такая подвеска. Эти схемы взяты из журнала «Все рукоделие», который я тоже где-то показывала. Он мелькал у меня в видео о елочных новогодних игрушках. И вот из этого журнала на пластиковой конве я вышила эти три схемки. Это был новогодний шар. Я, кстати, забыла здесь вышить совсем маленький элемент, на который он должен подвешиваться. Честно говоря, я его даже не заметила в схеме. Я потом уже, глядя на фотографию, которую я сделала, вдруг поняла, что я не вышила здесь вот еще пупочку такую. Дальше елочка и варежка. Они, конечно, очень маленькие сюжетики, но очень и очень милые. Мне понравились. Я взяла кусочек красного фетра и для того, чтобы прикрепить вот эту ленту, я пропустила ее между фетром и этой вышивкой. И получилась такая подвесочка. Без снежинок вот здесь на подвесочке она, конечно, выглядела немножко незавершенной. Такой немножко одинокой. Сюда прямо напрашивались эти снежинки. Я вспомнила, как это делается. Пошерстила интернет, нашла массу-массу схем вязания снежинокрючком. Спасибо девочкам, которые объяснили, дали мне ссылочку, как их вообще накрахмалить. Вот они сейчас очень жесткие, накрахмаленные. Я так и сделала по совету из интернета других рукодельниц. И просто их напросто там приклеила в одной точке, можно сказать. Глядя на этих трех Дедов Морозов, я думаю, что вполне украшения этого достаточно для них. Мне кажется, больше ничего не надо, чтобы не было переизбытка. вот что у меня в итоге получилось. Я рада, что вы посмотрели это видео. Я рада, что вы провели это время со мной. Всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения. Всех всех с наступающим Новым Годом. Желаю вдохновения. Желаю побольше творческих минут, часов, дней, недель и месяцев в Новом Году. И всем до новых встреч. Пока! До новых встреч. Субтитры